МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тракты после визита сурской делегации в Дружественную Республику. Важный груз из региона в Донбасс передали 50 тонн гуманитарной помощи. Для нас важна поддержка, мы чувствуем эту поддержку. Он был главным милиционером области 15 лет. 8 апреля в последний путь проводили Александра Пронина. Сегодня мы провожаем путь достойного человека, настоящего генерала, настоящего милиционера. День жестянчика, подтопленные дома и уплывшие на льдине рыбакем. Погода умеет застать врасплох. Локомотив вернулся домой в статусе чемпиона России по регби-7. Какие теперь планы у команды? Основной целью сейчас ставим перед собой подание в плаву. Предложить достойный аналог, причем оперативно. Под таким девизом работают промышленные, да и не только предприятия России в последний месяц. Облегчить их задачу призван новый сервис, запущенный на сайте msp.rf. Производственная кооперация «Избыт». Это онлайн-площадка, агрегирующая как спрос, так и предложения. С одной стороны, поставщики находят друг друга для кооперации, а заказчики выбирают компании под конкретный запрос. Сейчас в реестре почти 9 тысяч компаний. Размещают там же закупки более чем 600 госорганизаций, сумма контракта которых не превышает 500 тысяч рублей. Запускают свою биржу импортозамещения и в Пензе офлайн. Мои коллеги увидели наш ответ западным аналогом. На Пензенской бирже импортозамещения 35 предприятий. От станкостроения до медицинских изделий, а также производства одежды. Вот одна из разработок компании нашего региона. Прибор, с помощью которого можно выполнить гравировку, просверлить отверстие нужного размера, нанести рисунок. Достаточно соединить с компьютером и установить программу ЧПУ. Первые экземпляры такого отечественного оборудования уже начали поставлять в школы. Это отечественное производство, изготавливается на нашем заводе полностью. Похожее оборудование, похожее у класса было в свое время импортно. Мы никак не могли попасть на этот рынок. На данный момент есть возможность. Но в современных условиях формат биржи помогает и тем предприятиям, которым повезло меньше. Владимир Барцев одновременно показывает технику для обработки почвы и культивации, собранную здесь, в Пензенской области, и признается, в плане комплектующих зависим от зарубежных поставщиков. Вот для этого мы сюда и приехали, чтобы найти решение, как заместить вот эти детали производителями нашими российскими. А еще лучше, если наши пензенские заводы кто-то смогут сделать, у кого позволяет технология, делать такие детали. На выставке и ажиотажная продукция, бумага и изделия из нее. Именно здесь становится понятно, в обеспеченности этой продукции в Пензенской области проблем не будет. Есть свои производители. Где-то семь фабрик сейчас. И много фабрик, которые пришли, построили свое производство из-за рубежа. Это итальянские, немецкие. То есть они строят на территории России и также производят. Каждый из стендов внимательно осмотрел губернатор Олег Мельниченко. Понимать, какими ресурсами обладает в промышленном плане регион и напрямую поговорить с производителями. Стратегическая задача. Импортозамещение для ряда пензенских фирм – приоритетное направление уже несколько лет. Например, эта научно-производственная компания взяла такой курс развития с 2013 года. Сейчас добрались до атомной тематики для атомных электростанций. Проводим испытания по изготовлению газодубов. Они предназначены для откачивания средств, всяких химических, в том числе и радиоактивных, для отбора проб. Сейчас проходит испытание, оптно-промышленную эксплуатацию. А пакет заказов по ним есть? Ну, предварительный пакет заказов у нас формируется. Мы участвуем в тендерах. То есть сейчас санкции нам даже, наоборот, помогают, я считаю. То, что санкции нам помогут, я в этом просто уверен. Помогут в этом новые технологии и новое поколение. На бирже импортозамещения свои разработки представляет Экванториум НЭЛ – образовательный центр для детей и подростков. Речи о производстве в полном смысле слова здесь не идет. Ребятам гораздо важнее продумать научную методику, сделать своего рода прикладное открытие. Прорабатываем воздух, осаждаем все микрочастицы и главный вирус убивает. То есть он не убивает, он осаждает. Это даже не главное. Главное, что молодцы ребята. Да, это вот у нас все. Это вот Станислава разработала. Как говорят на пензенских предприятиях, найти отечественный аналог необходимо для 8 тысяч зарубежных наименований, комплектующих, материалов и оборудования. Биржу импортозамещения и организовали, чтобы помочь компаниям преодолеть трудности. Мы использовали итальянский насос. Мы несколько раз подходили к истории, чтобы перейти на другого поставщика, а не Италию. Но есть определенные требования к этим насосам, которые нам не могли выполнить. Мы даже в Китай ездили. Китайцы даже не смогли нам в тот момент сделать такие насосы. А белорусы могут? Вот белорусы сейчас обещают. Но мы прорабатываем с ним. Но все-таки мы хотим сделать свой насос, потому что эти насосы очень производительные, высокопроизводительные. Их, например, еще миллиардцы можно использовать. У них за единицу времени под небольшим давлением проходит очень большой объем воды. Среди тех мер, которые разработало правительство России, непосредственная финансовая поддержка ряда предприятий. Из бюджета страны на эти цели выделено более 4 миллиардов рублей. На помощь могут рассчитывать те компании, которые занимаются, например, обработкой. Главное условие — сохранить численность сотрудников. Приборы строительных кластеров по безопасности и по техническим инженерным средствам охраны занимают 61% российского рынка. Предприятие кластера «Биомед» производит около 70% всех имплантируемых в России искусственных клапанов сердца и 17% шоуного материала для операции. Вполне такая важная, я считаю, амбициозная задача, которая сейчас перед нами стоит — это продолжить устойчивое развитие и оказать помощь и поддержку новым технологическим решениям. Губернатор отметил, что новые технологии необходимы прежде всего в научно-производственной, организационной и логистической сферах. Подробнее обсудить меры поддержки уже приняты и только разрабатываемы. Участники конференции смогли с представителем Федерального министерства промышленности и торговли в режиме видеоконференцсвязи. Биржа импортозамещения работала в технопарке «Ромеев» в течение двух дней. Крепкая дружба и выгодное партнерство складываются у Пензенской области и Республики Беларусь. На этой неделе в правительстве подвели итоги визита нашей делегации в Минск. Уже есть договоренности с МАЗом о закупке порядка 200 троллейбусов, 100 из которых будут приобретены в этом году. Пинский опытно-механический завод гарантирует поставку насосов. Ранее они закупались в Италии. Кроме того, летом запланированы двусторонние выставки. Белорусские предприятия приедут на наш День поля, а сурские делегаты станут участниками Белорусской агропромышленной недели. В общем, попавшие под пресс западных санкций страны находят точки взаимных интересов. Предстоящая в регионе посевная кампания уже пройдет по достигнутой договоренности о партнерских отношениях между Пензенской областью и Беларусью. В ходе переговоров в Минске между губернатором Олегом Мельниченко и президентом республики Александром Лукашенко решился вопрос о поставке в ближайшее время нашим аграриям тракторов и комбайнов из соседнего государства. На рельсы полного импортозамещения встанет производство сахара. Сельское хозяйство вообще одно из приоритетных направлений взаимодействия. Нам очень интересно все, что связано с сельским хозяйством. У вас тут хорошая селекционная школа. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас было сотрудничество в части селекции. Это раз. Второе, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве в поставках сельскохозяйственной техники. Тесное сотрудничество в отраслях промышленности и машиностроения – еще два вектора совместного развития. Немаловажная задача, которая стояла перед пензенской делегацией во время визита в Беларусь – масштабирование партнерских отношений. Мы посетили целый ряд ключевых промышленных предприятий. Это прежде всего в Бресте, Брестской области и, соответственно, в Минске. У нас на сегодняшний день достигнут целый ряд договоренностей. Это прежде всего в сфере промышленной кооперации и импортозамещения. В общем-то, важной частью у нас деловой программы стала кооперационная биржа, в которой у нас приняли участие порядка 30 потенциальных белорусских партнеров. И белорусским коллегам был представлен достаточно значительный список товаров и комплектующих, которые производит наш регион. Соответственно, аналогичный список продукции, в котором мы нуждаемся. И многие руководители белорусских предприятий выразили готовность взаимодействовать с нашими пензенскими коллегами и нашими пензенскими промышленниками. В Беларуси огромное количество производителей промышленных и большое количество заводов, которые являются нашими потенциальными клиентами. И, конечно, мы в первую очередь ехали продавать свою продукцию, но были приятно удивлены теми предложениями, которые встретили с белорусской стороны. Потому что сейчас, когда нарушилось огромное количество цепочек логистических и есть сбой с поставками определенных комплектующих, как раз из Белоруссии можно наладить новые поставки. Как было озвучено губернатором во время визиты нашей делегации в Беларусь, Пензенская область нуждается в импортозамещении комплектующих более чем по 800 позициям. В свою очередь, нашему региону тоже есть что предложить соседней республике. У них на троллейбусах, на электробасах, у них стояли резисторы немецких производителей, они не знали, как их заменить. И для них было открытие, что Пензен здесь такое предприятие. Мы сейчас обменялись документацией, сейчас мои конструктора на следующей неделе выезжают туда. Все двери, которые раньше были закрыты, где-то какие-то были наговорки, где-то какие-то были секреты. Сейчас это все открыто, пожалуйста, ребят, заходите, пользуйтесь. Мы к вам, вы к нам. То есть идет прям прямое общение, открытое, хорошее, дружеское такое, братское. Наработки и договоренности, которые были достигнуты с белорусской стороной, не будут отложены, что называется, в долгий ящик. В ближайшее время, как говорит Дмитрий Акимов, в Пензе ждут ответного визита коллег из соседней республики, чтобы они также воочию могли увидеть местные ведущие предприятия и найти еще больше направлений для взаимодействия. Какие еще совместные точки роста были обозначены во время визита и как скоро планы могут быть реализованы? Об этом и многом другом. Сегодня мы поговорим с председателем Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимиром Николаевичем Подобедом. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, в первую очередь хочется поинтересоваться, каковы личные впечатления от визита? Какие могут быть впечатления? Только хорошие. Дело в том, что работаем мы с Белоруссией давно. Значит, практически это один из ведущих торговых партнеров вообще во взаимодействии в сфере экономики, в торговле. Но в последнее время особенно. Если посмотреть статистику внешней торговли, то получается таким образом, что мы в равной мере экспортируем и примерно столько же получаем товаров из Белоруссии. То есть у нас сбалансированная торговля. Если объем экспорта еще 4 года назад составлял порядка 22 миллионов долларов, примерно столько же импорт, в совокупности 44, то в 2020 году было 58 миллионов долларов, значит, в прошлом более 77 миллионов. А по оценкам белорусской страны более 100. И что очень важно, он не просто сбалансирован по объемам, а сбалансирован и по многим товарным группам. Мы в равной мере получаем из Белоруссии машины и оборудование, электротехнические изделия. И продовольствие, всем известно качество белорусских продуктов. Это прежде всего молочная, колбаса. Там до сих пор действуют советские ГОСТы. И это правильно и заслуженно оценивается населениями нашими, Белоруссии. Но туда поставляется из Пензенской области кондитерское изделие, продукция компании Домате и многое другое. Если сосредоточиться на машиностроении, известно, что все-таки европейское, американское машиностроение, оно по определенным позициям все-таки лидирует. Вот в ходе вашего визита вы убедились в обратном, что наоборот белорусское машиностроение, оно тоже конкурентно способно, и ему есть что предложить? Действительно, самая объективная оценка, продукция в сфере сельхозмашиностроения белорусского, значит, она конкурентно способна с лучшими мировыми образцами. И в этом раз, в этом не только в ходе поездки убедились, прежде всего в этом убеждаются те, кто на этой технике работает, пользуется ею. И в ходе поездки, значит, была обозначена наша заинтересованность в приобретении дополнительных корма, зерноуборочных комбайнов, значит, дополнительные техники белорусского тракторного завода, около 60 позиций. Единственное, чего нет из продукции сельхозмашиностроения, это свеклоуборочных комбайнов. Да, это сложная, серьезная техника, которую раньше было проще купить за рубежом. На сегодняшний день уже на выходе свеклоуборочный комбайн, и первая партия их поступит на испытания и в нашу область. И я думаю, что когда будет взаимодействие, там найдется и точка приложения, значит, в поставке комплектующих на Гомсельмаш. Пензенские предприятия тоже поставляют в Беларуси определенные комплектующие. Вот была ли достигнута договоренность, либо составлены планы о каких-то совместных производствах, и где они будут располагаться? Ну, прежде всего, я продолжу вашу мысль о том, что, безусловно, в продукции белорусских предприятий, в тракторах, комбайнах, автобусах и так далее, более половины комплектующих – это российские, начиная с двигателей на автобусах, комбайнах и многое другое. И вот данный визит, я надеюсь, послужит хорошим толчком к дальнейшему расширению наших контактов. А вот что касается совместных предприятий, это очень здорово, что разговор как раз и перешел именно в такую плоскость, что от обмена продукцией пришла пора обмена компетенцией. Владимир Николаевич, кроме Беларуси, какие еще страны интересны нам с точки зрения импортозамещения? Ну, во-первых, святое место пусто не бывает. Кто объявил нам санкции? Прежде всего, Соединенные Штаты, Великобритания, Евросоюз. Но, будем говорить так, две трети мирового населения проживает в другой части мира. И по своим технологическим возможностям, значит, многие отрасли промышленности в Китае, они формировались на основе, так сказать, наработок, которые действуют в мире. Это раз. Далее, Корея достаточно прагматично себя ведет в этих переговорах с тем, чтобы застолбить за собой место. Не по всем направлениям санкции объявлены Японии. Они вначале объявили, а уже сделали обратный ход насчет поставки некоторых видов микросхем. Надо искать и находить решения. Но, прежде всего, крайне важно, системно, а в плановом порядке определиться, что необходимо делать в первую очередь. Где у нас есть свои компетенции, которые не полностью утрачены, а где нам нужны те партнеры, которые, ну, слово капризное неприемлемо, значит, тут более жесткое слово требуется, нежели вот те, которые из европейских стран. Спасибо за визит, спасибо за мнение. Электротехнику, бумажную продукцию, средства безопасности, сельхозтехнику, метизы – все это Пензенская область готова поставлять на Донбасс. О том, что наш регион в числе первых приглашен к сотрудничеству с ДНР, Олег Мельниченко сообщил на совещании в правительстве в пятницу. И, по его словам, Донбасс – богатый регион с большим экономическим потенциалом, и в кооперации с ним заинтересованы сурские предприятия. Взаимодействие торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах эти направления свяжут наш регион с Донецкой Народной Республикой. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе встречи руководителя регионов. Станет, безусловно, вопрос о восстановлении нормальной мирной жизни. Причем делать это придется достаточно быстро, чтобы люди не ощущали себя брошенными, чтобы они ощутили сразу же заботу как со стороны руководства Донецкой Народной Республики, так и со стороны Российской Федерации. В этой связи мы готовы со своей стороны помогать в восстановлении мирной инфраструктуры населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Намерения о взаимодействии главы зафиксировали документально, подписав соглашение о сотрудничестве. Пензенская область не оставалась в стороне с самого начала спецоперации на Донбассе. Одно из первых стало принимать эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. На данный момент в наш регион переехал уже больше полутора тысяч человек, из которых порядка 600 дети. Для нас важна поддержка. Мы чувствуем эту поддержку. И сейчас мы находимся в той ситуации, когда действительно то сплочение многонационального русского народа, Российской Федерации, решает очень сложные, непростые, но жизненно важные проблемы. Все дети и подростки определены по школам, колледжам и вузам. Взрослые трудоустроены. Грустить о родных краях вынужденным переселенцам некогда. Ежедневно творческие коллективы, общественные организации, волонтеры стараются разнообразить их досуг. Проводят мастер-классы, развлекают концертами, устраивают походы в кинотеатры. Все красиво, люди добрые. Ходили в драмтеатр, там тоже понравилось. Гуляли очень много. Все красиво, очень нравится. Поход в кино – отличный способ отдохнуть от тренировок. Пловцы из Донецкой и Луганской Народных Республик знают это наверняка. Вот уже несколько недель ребята живут вдали от дома. Кроме занятий, по основному профилю у них насыщенная культурная и образовательная жизнь. Развлекательная программа для ребят не заканчивается. Когда на улице станет теплее, для них планируют организовать экскурсию в Пензенский зоопарк. Те же, кто не покинул родные края, без внимания нашего региона тоже не остались. Пензенц собрали гуманитарный груз. Всего жителям Донбасса на трех машинах доставлено 50 тонн гуманитарного груза из Пензенской области. Это строительные материалы, хозяйственные товары, продукты, питание, медикаменты и вода. Откликнулись тысячи людей. Тысячи людей откликнулись. Во многом то, что мы даже сегодня привезли, это то, что собрано благодаря простым жителям Пензенской области, благодаря пензенским предпринимателям, которые активно жертвуют и помогают Донецкой народной республике. Это уже не первая партия такой гуманитарной помощи. В ближайшее время в республику будет отправлена еще одна. И теперь коротко о важных событиях. Начнем с чрезвычайного. В середине недели в многоэтажке на улице Ладожской загорелась комната и часть коридора площадью 30 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Из горящего помещения были спасены двое взрослых и двухлетний ребенок. Кроме того, из-за сильного задымления в подъезде было решено эвакуировать 15 жителей верхних этажей. В кратчайшие сроки пожара был ликвидирован. Пострадавших нет. В настоящее время на месте пожара проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пятницу в последний путь проводили бывшего начальника УВД Пензенской области Александра Ивановича Пронина. Он скончался 6 апреля в возрасте 84 лет. Александр Пронин 15 лет возглавлял управление внутренних дел региона. Период его руководства выпал на лихие 90-е. Неоценимый вклад Александр Иванович внес в создание управления по борьбе с организованной преступностью. Благодаря ему на базе учебного центра при УВД было создано Пензенское отделение заочного обучения Саратовской высшей школы МВД по подготовке юристов средней квалификации. Гражданская панихида состоялась в Доме офицеров. Сегодня мы провожаем путь достойного человека, настоящего генерала, настоящего милиционера. Он очень точно умел подыскивать и расстанавливать кадры. Это ее качество, умение работать с людьми, кого назначить, кого перетвинуть, кого иногда и уволить. Мне было очень обострено. Я полагаю, что за счет этого и достигалась эффективность в поте правоохранительного ведомства. В этом году 60-летний юбилей отмечает Пензенский колледж искусств. Торжественные мероприятия прошли 4 апреля. Как и любое учебное заведение, колледж в первую очередь гордится своими выпускниками. Их более 6 тысяч. К подготовке специалистов приложил руку в свое время и нынешний министр культуры региона Сергей Бычков. А некоторые педагоги служат искусству в стенах колледжа уже более полувека. Знаете, у нас атмосфера, где нигде такой. Я была по роду работа своей, мне приходилось ездить по многим колледжам. В каждом, наверное, было. Но таких детей, как у нас, в такой атмосфере творческой, горящих глаз, ну такого нигде. В это воскресенье стартует 10-й юбилейный театральный фестиваль «Золотая провинция». Напомню, зарождался праздник театралов в Кузнецке, а сейчас проводится одновременно в трех городах области. За эти годы «Золотая провинция» привезла в Пензу 65 театров со всей России и из-за рубежа. Показало 125 спектаклей, на которых побывали 156 тысяч зрителей. В этом году организаторы, как и прежде, будут удивлять. В программе моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама». Для пензенцев эта постановка – уникальная возможность увидеть своими глазами живую магию, традиции и духовную мощь русского театра. Жемчужина в творчестве, потому что такое умение перевоплощаться из одного героя и легким мановением руки или прекрасной фразой перейти из образа Германа, допустим, в шаркающую старушку – это дорогого стоит. Подарком для зрителей будет и выступление Елены Камбуровой и, конечно, любимой многими пермской труппы у моста. Самый всего в течение недели с 10 по 17 апреля на площадках Пензы, Кузнецка и Заречного будет показано 14 постановок. В онлайн-формате можно будет увидеть спектакль русской сцены из Берлина и русского драм-театра из Абхазии. Погода на этой неделе проявила свой женский непредсказуемый характер. Холодный прием организовала вначале, сменила его на теплое объятие, потом, как следствие, день шестянщика, подтопление и режим повышенной готовности. В списке чрезвычайных происшествий оказался и случай с рыбаками на Сурском водохранилище. Утром любители рыбалки вышли на лед, но вернуться на сушу не смогли. Из-за потепления лед отошел от берега на 5-7 метров, вызволять из плена дрейфующих пришлось спасателям. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. О природных капризах и о том, как к ним вынуждены приспосабливаться пензенцы. Александр Маркеев. Сейчас, когда в Пензенскую область наконец пришла настоящая климатическая весна, кажется, что эти кадры сняты где-то в параллельной реальности. Хотя еще в начале уходящей недели зима вновь громко заявила о себе, наслав снегопады и заморозки. В понедельник практически весь областной центр застыл в пробках. Коммунальным службам пришлось снова проводить обработку опасных участков магистралей противогололедными реагентами. Не обошлось и без аварий, а все потому, что некоторые автомобилисты явно поспешили сменить шипованную резину на летнюю. Большое количество людей переобувствовало на летнюю резину. В связи с погодными условиями, которые были до сегодняшней волны снегопадов. Все жалеют резины. Со стоимостью сейчас резины, то есть покрышек земли, скажем так, она выросла намного. Поэтому люди жалеют резину и уже переобуваются на летнюю резину. Ну и плюс, опять же, в управлении, с управлением это связано с тормозным путем и так далее. Шиповная резина на асфальте, ну, в любом случае она теряет процент эффективности. Когда на смену снегопадам пришли дожди и потепление, в некоторых реках Пензенской области был зафиксирован резкий подъем уровня воды. В ряде населенных пунктов Сердобского района ввели режим повышенной готовности. В связи с повышением уровня реки Сердоба существует угроза затопления. Всем необходимо приготовиться к эвакуации. В среду уровень воды в местной реке превысил критическую отметку. Жителям населенных пунктов, которые оказались под угрозой подтопления, власти рекомендовали собрать вещи первой необходимости и запастись продуктами питания. На случай эвакуации в районе подготовили пункты временного размещения. Сейчас 4.20. Уверенно стоит от 6 утра 10 сантиметров за 6 часов. Это можно предположить из-за того, что вчера такая прохладная погода была. А вот когда суббота-воскресенье была хорошая положительная температура, насколько прибавилось? Мы увидели только в понедельник. Два метра, два сразу. Без потопа не обошлось и в Пензе. Правда, его причиной в первом батайском проезде в Первомайском районе областного центра стало вовсе не половодье, а безобразное состояние проезжей части. Пешеходам приходится лавировать между луж, призывая удачу. Один неверный шаг, и можно увязнуть в грязи. Бывает, вот грейдер пришлют раз, он прогрудит, туда-обратно шеет. Да, и она немножко впитает. Немножко, да, рассылится. А если идут дожди, а она долго может тут стоять? До июня месяца практически. Все в туфельках ходят, а у нас здесь в спагах все ходят. Владельцы расположенных здесь домов говорят, что сколько они себя помнят, столько и существует проблема. Зачастую скорой бывает трудно подъехать к дому, таксисты неохотно берут заказы. Местные уже обращались и в районную администрацию, и в мэрию, чтобы улицу хотя бы разровняли. На что им ответили, что дороги попросту нет в планах города. Если к основной улице, тут нет другой дороги. Через гаражи не сидит. Там еще хуже. Тут нет больше другого выхода. Через Терновку, там тоже не лучше. План решения проблемы у городских властей есть, правда, в ближайшее время тем, кто живет в Первом Батайском проезде, все же не стоит далеко убирать резиновые сапоги. Будет проведено в нормативное состояние улицы и проезда, по которым поступает наибольшее количество обращений. Мероприятие по Первому Батайскому проезду планируется включить в перечень объектов в рамках национальной программы безопасные качественные автомобильные дороги на 2024 год. А пока, как только позволит погода, коммунальные службы обещают провести текущий ремонт. В частности, выполнить градирование проезжей части. Но этого вряд ли хватит на два года. Ну и о важном спортивном событии. Пензенский локомотив вернулся домой в статусе чемпиона России по Рэкби-7. Железнодорожники прилетели из Сочи, где проходил заключительный этап соревнований. В аэропорту триумфаторов престижного турнира встречала наша съемочная группа. Сил на яркие эмоции у игроков локомотива не осталось. Но за этой усталостью кроется настоящее спортивное счастье. Ведь далеко не каждый день получается стать чемпионами России. Железнодорожники уже были обладателями этого титула в 2019-м. В самый первый год существования клуба. И вот они вновь сильнейшие в стране. Сейчас на руставах в большей степени складывается. Потому что все-таки два тура. Спарринг два тура, тяжелых два тура. Ну, сегодня результат один и тот же. Еще раз говорю, здесь они разные победы. И по-своему ценные. Поэтому еще раз говорю, что и тогда, что и сегодня мы рады этим победам. После прошлогоднего серебра в семерке в этом сезоне команда Александра Янюшкина сразу сделала заявку на трофей, выиграв первый домашний тур. В третьем пензенский клуб повторил успех. Поэтому на заключительном этапе им было достаточно просто уверенно выйти из группы, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. Мы вроде понимали, что мы многое сделали в третьем туре, но какая-то любая осечка могла нас этого всего лишить. Поэтому мы на каждый матч настраивались серьезно. Поэтому где-то там счета были большие. До этого таких не было. С задачей железнодорожники справились. Три уверенных победы над соперниками из Красноярска, Таганрога и Санкт-Петербурга вывели локомотив в полуфинал. И сделали чемпионами. Сами игроки признаются, что настроиться на оставшиеся игры было тяжело. В итоге пензенцы стали вторыми в заключительном туре и победителями всего сезона в регби-7. Мы провели хорошую работу. Мы не выиграли последний тур, но все равно были в финале. Я думаю, что каждый в нашей команде внес свой вклад в общий успех. Я счастлив вернуть кубок домой. Конечно, хотелось вернуть себе звание чемпиона. Команда работала. Спасибо огромное тренерскому штабу. Всем врачам, всему персоналу клуба за то, что вложили все силы. И команды, игроки отдавали полностью себя игре. И результат не заставил долго ждать. Мы стали чемпионами. Времени на то, чтобы полноценно отдохнуть у спортсменов и их наставников нет. Ведь нужно сразу готовиться к играм чемпионата России по регби-15. В воскресенье ждет первый матч весенней части турнира против столичного ЦСКА. Как настраиваются на предстоящие игры сурские регбисты и что с международными турнирами мы не могли не поговорить с главным тренером команды и отправились на стадион Первомайский, где сейчас активно готовятся наши ребята. Здравствуйте, Александр Владимирович. Во-первых, с победой. Здравствуйте, спасибо. Рада вас видеть на стадионе Первомайский сегодня. На самом деле, это уже не первая победа в 2019-м. Была победа в регби-7. Есть разница между этими двумя и какая дороже? Ну, это победы одинаково дорогие для клуба. В первую очередь, 2019-й год это было решающе для команды. Команда впервые собралась и сыграла под брендом «Локомотив» при поддержке нашего партнера Российской железной дороги, соответственно. И, конечно, это первая победа, которая для клуба очень дорогая. Она войдет в историю. Вторая, конечно, здесь уже, наверное, это все-таки статус. Подтвердить статус команды, которая на протяжении трех лет играет в чемпионате России. И большинство игроков находится в составе сборных и находились в составе сборных. Поэтому здесь, конечно, эти две победы, они цены по-разному. Но, еще раз говорю, это одна общая победа клуба. Вообще, существует разновидность регби. Регби-7, регби-15. Не все знают, в чем разница. Вот в чем принципиальное отличие регби-7? Ну, регби-7 – это олимпийская дисциплина. Она более, скажем так, играется по сокращенной системе. И по количеству людей на поле всего находят 14 человек с обоих команд, соответственно. И здесь, безусловно, это более скоротечная игра, более динамичная, более быстрая. И здесь, наверное, исход матча может решить один игрок. Но при этом, еще раз говорю, чемпионаты выигрывают команды. Если проследить линию соревнований, то перед четвертым решающим туром у вас уже был достаточно хороший запас. Это задает определенные риски расслабиться, как вы держали команду в кулаке. Ну, мне кажется, в регби-7 вообще тяжело. Даже имея преимущество, его можно растерять в одной или две игры. И не выйти из группы, и сразу потерять очки. Третий решающий тур, наверное, основной был таким, скажем, главным. Объясню, почему. Потому что это после паузы, после долгого перерыва вышли команды. Потому что после зимней спячки, наверное, не было возможности соревноваться на натуральном газоне. И большинство команд просто, скажем так, со скачка начали играть. И поэтому третий тур для нас стал таким решающим матчем, решающими матчами, которые мы провели и выиграли. И взяли снова золото. И, конечно, здесь, безусловно, этот третий тур нас повлиял. И здесь мы прекрасно понимали, что набирая большее количество очков, мы уже заочно становимся чемпионами. И здесь, наверное, ребята больше понимали, что если не выход из группы, может это всего лишиться. И поэтому ребята здесь не нужно было настраивать. И они сами прекрасно понимали, к чему они шли эти три туры. Проделана большая работа и тренерами, и, соответственно, административным штабом, и медицинским штабом. Поэтому ребята здесь молодцы, сделали свою работу, но опять с плюсом. Естественно, никто не останавливается, никто не расслабляется. Впереди чемпионат России по классическому регби. Какие планы на него? Хочется второе золото в сезоне. Ну, в связи с тем, что в первую очередь такой получился сезоном, скажем так, трудным. Во-первых, команда играла в Суперкубке Европы. И это первый международный опыт для команды. И, безусловно, здесь, конечно, наслаивались и чемпионат России по регби-7, и по классической разновидности. Сегодня мы на данный момент недоиграли свои три игры. И сейчас находимся, делим 6-7 место с другой командой. Поэтому у нас все впереди. Основной целью сейчас ставим перед собой подание в плей-офф, который состоится в первый матч с 10 апреля в Саранске. Это недоигранный матч, который нужно добирать свои очки для того, чтобы мы выходили в стадию плей-офф. А дальше уже будем отталкиваться от того, где мы будем находиться, и будем ставить с собой те задачи, которые вы только что озвучили. Ограничения, которые касаются международных турниров, каким-то образом затронули локомотив? Ну, на данный момент они нас не затронули. Наверное, только игроки сборных, сборных, которые у нас сегодня присутствуют в клубе, их достаточно много. Это игроки сборной по регби-7 и по классической разновидности регби. Безусловно, теперь они у нас будут находиться в расположении клуба. Мы ждем сейчас какие-то, может быть, другие матчи, которые состоятся, может быть, в Республике Беларусь или в Казахстане. Соответственно, мы сегодня, скажем так, взяли на паузу, и Федерация регби-России взяла на паузу этот момент. Но я думаю, что международные матчи какие-то будут проходить. Вы уже сказали, что встречаемся в Саранске в ближайшее время, в ближайшее воскресенье. А когда встречаемся в Пензе? Ну, в Пензе мы встречаемся 12 мая. Как раз, наверное, газон подойдет у нас. И 12 мая мы всех ждем на стадионе Первомайский против многократного чемпиона России, против ВАП Подмосковья. Спасибо большое. Ждем, верим, надеемся. Спасибо, ждем на трибунах и всегда рады видеть всех наших болельщиков здесь, на трибунах. Спасибо вам за поддержку. Это наша общая победа с вами. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ну, а далее знаки с Анатолием Володиным.